Здравствуйте! Вы смотрите проект в гости. Сегодня с нами замечательный фотограф, который ловит свой объектив как обычных людей на улицах Нью-Йорка, так и звезд из Голливуда первой величины. Итак, сегодня с нами Хэнни Гарфанкел. Здравствуйте, Хэнни! Здравствуйте! Хэнни Гарфанкел, фотограф из Нью-Йорка, специализируется в жанре портретной и документальной фотографии. С 1993 года Хэнни снимает участников и гостей крупных кинофестивалей в Торонто, Каннах, Венеции, Берлине, Сан-Франциско. Работы фотографа периодически появляются на страницах таких изданий, как «Нью-Йорк Таймс», «Пипл», «Эль», «Инстайл» и многих других. Во Владивостоке Хэнни Гарфанкел представила выставку портретов кинозвезд под названием «Моложе». Готовясь к нашей встрече, я посмотрела некоторые публикации, нашла там информацию о том, что ваша бабушка родом из России. Придает ли это вашему визиту, может быть, какой-то дополнительный эмоциональный оттенок, если это действительно так? Да, конечно, я уже приезжала в Россию, но в европейскую часть страны. Мой папа родом из Риги, а мама родилась в Литве. В 1975 году мы приезжали сюда, чтобы навестить моего дядю. Тогда мы посетили Ригу, Москву и Санкт-Петербург, и это был удивительный опыт. Так что Россия занимает особое место в моем сердце. Однажды я хотела бы вернуться сюда, чтобы проехать по всей Транссибирской магистрали от начала до конца. Вы уже сказали, что Владивосток — это действительно другая часть Земли, здесь уже второй день. Какие получили эмоции за этот, пусть короткий промежуток времени, но все же? О, как я уже рассказывала своим спутникам, приехав сюда, я тут же почувствовала город близким и знакомым. Он в чем-то напомнил мне Ниццу и греческие Афины. Такое ощущение, что я где-то в Средиземноморье, вокруг моря и этот прекрасный свет. Западная часть России показалась мне более темной, напоминающей Восточную Европу. Ведь знаете, Берлин или, скажем, Прага — это довольно мрачные города. Вот такие у меня ощущения. Давайте поговорим о вашей выставке, которую вы будете представлять здесь, во Владивостоке. Как из огромной коллекции ваших работ отбирались именно те, которые будут представлены здесь? Я проанализировала весь свой творческий путь, чтобы отобрать работы, которые сделают особенную выставку во Владивостоке. И вот мне в голову пришла эта концепция. Экспозиция получила название «Моложе», и для нее я привезла портреты звезд кино. А сделаны все снимки еще до того, как эти актеры и режиссеры получили мировую известность, то есть в начале их карьеры. Такая концепция выставки показалась мне интересной. Ведь в сегодняшней действительности понятию «звезда», «знаменитость» придают очень большое значение. А тогда, в момент нашей съемки, за плечами каждого из них были лишь один-два фильма. Да, герои моих фото уже тогда были знаковыми личностями в кино, но они еще не имели столь широкой известности. Вот вы уже сказали, что само понятие «звезда» или «знаменитость» играет очень большую роль в современной массовой культуре. Было ли у вас ощущение от общения с этими людьми, что в них действительно есть нечто особенное, то, что сулит им большое будущее? Нет, я думаю, что люди — это просто люди. Я подхожу к звездам так же, как и ко всем остальным. Я общаюсь с ними точно так же, как с любыми другими участниками моих съемок в студии или, скажем, с прохожими, которые заинтересовали меня своим внешним видом и которых мне захотелось сфотографировать. Немного странно видеть, что поклонники воспринимают знаменитых личностей как почти богов. Для меня люди — это просто люди. Такое отношение помогает выстраивать с ними доверительное общение. Кроме того, мой внешний вид также настраивает звезд на более неформальный стиль общения и помогает нам начать диалог. Я всегда стараюсь вести себя так, чтобы люди чувствовали себя комфортно и непринужденно. И чтобы это произошло, нужно уметь вызвать у человека доверие и в то же время не создавать лишнего напряжения на площадке. Если бы я вела себя с актерами слишком нервно и взволнованно, то ни к чему хорошему это бы не привело. А так они благодарны мне именно за такое очень простое общение. И, кстати, это помогает делать отличные снимки. Когда вы общаетесь по-приятельски, а не с придыханием, мол, это же Роберт Де Ниро. А вот Ванесса Редгрейв. Хотя, не скрою, перед встречей с этими актерами у меня было некоторое волнение. Но ты должен подходить к вашему знакомству и совместной работе максимально просто и естественно. Я недавно разговаривала с одним известным российским фотографом, и он сказал, что для создания хорошего портрета, с его точки зрения, ответственность делится напополам. 50% успеха будущего портрета – это человек и 50% фотограф. Как вы считаете, это справедливое соотношение? Знаете, я всегда ищу спонтанность в работе, таких моментов, когда человек предстает перед камерой в новом для себя качестве. Мне нравятся какие-то неординарные проявления в актерах, которые я всегда стараюсь ловить в кадре. Ведь звезды – это люди, которых без конца кто-то фотографирует. И да, можно говорить о том, что 50% ответственности и успеха лежит на том, кто позирует. Но я-то как раз стараюсь уходить от привычных приемов. Мне нравится, когда в людях исчезает осторожность, и они позволяют себе чуть больше, чем принято, раскрываются по-новому. Например, я могу попросить человека улечься на пол или что-то в этом роде. И в конечном счете эти странности приводят нас к хорошим снимкам. Я думаю, многие актеры с удовольствием принимают игру, нужно просто им это предложить. Ведь, как правило, звезды перемещаются с одной встречи на другую, и на каждой площадке у них берут интервью и фотографируют. Если это большой кинофестиваль, то мы все там находимся просто в сумасшедшем ритме. Если среди общей суеты мы сумеем найти какой-то живой момент и запечатлеть его, это замечательно. Вот этого я ищу в фотографии – живости момента. А что помогает достигать некой доверительности между вами и тем, кого вы снимаете? Ведь это очень чувствуется на ваших снимках. О, я говорю им, что наш процесс будет куда приятнее, чем поход к дантисту. Так что мы подходим к этому с позитивным настроем. К тому же многие из моих героев на момент нашей съемки еще не имели такого уж большого опыта фотосессии. Скажем, я фотографировала Дженнифер Лоуренс, когда только вышел ее первый фильм. И я старалась делать все, чтобы она чувствовала себя комфортно и уверенно. Расположить человека к себе и в отведенные 20 минут фотосессии постараться сделать хорошие снимки. В этом я вижу свою задачу. Как только ты завоевал доверие человека, между вами начинается игра. Иногда ты даже просишь героя сделать то, что ему не особенно хочется. Вам нужно попытаться понять друг друга за короткий период работы на площадке. И все же в большинстве случаев артисты уже имеют опыт фотосессии и знают, как вести себя в кадре. Это приходит с практикой. Та же Дженнифер Лоуренс сейчас прекрасно знает, что и как нужно делать. За ее плечами десятки фотосессий. Однако в начале пути все это, конечно, немного волнительно. Поэтому я не устаю повторять свою шутку про донтиста. Ведь после этих слов артистам ничего не остается, как довериться мне. Сохранилась ли у вас эта милая традиция делать полароидные снимки в конце основной съемки? И планируете ли вы когда-нибудь представить их широкой публике? Да, у меня уже была выставка полароидных снимков. И я продолжаю делать их и пополнять свою коллекцию. Я надеюсь однажды встретить подходящего издателя и выпустить книгу с этими фотографиями. Так что да, меня это по-прежнему увлекает. На этих снимках актеры часто дурачатся. И кроме того, оставляют на них свои автографы. Точнее, небольшие надписи на память. Как в школьных альбомах, которые мы раньше делали. Не знаю, была ли такая традиция в России, но это довольно милые записочки. Как вы уже сказали, у вас многолетний опыт сотрудничества с кинофестивалями. Какую роль кино играет в вашей жизни как зрителя? Является оно для вас неким воодушевляющим материалом, источником вдохновения, чем-то необходимым для вас. Я обожаю красивые киноистории, а также документальное кино, фильмы со зрелищными спецэффектами и кино другого рода. То, которое заставляет тебя задуматься о чем-то важном. Знаете, есть фильмы, которые улетучиваются из головы сразу после просмотра. А есть те, что остаются с тобой. Их я особенно люблю. Люблю фильмы, которые способны озадачить и подтолкнуть к размышлениям. Наверное, заключительный мой вопрос. Возвращаясь к названию вашей выставки, она называется «Моложе». Если проецировать понятие «моложе» на вашу жизнь, скучаете ли вы о чем-то, что осталось во временах вашей молодости? Знаете, название моей выставки «Моложе» в равной степени относится и к моим героям, и ко мне лично. Кроме того, многие снимки появились на фестивалях, которые в ту пору также были в начале своего пути. Это было совсем другое время, когда интернет еще не существовал, и Инстаграм тоже. Тогда не было цифровой фотографии, и мы снимали исключительно на пленку. Я сейчас продолжаю использовать пленку наряду с цифрой. Да, мир с тех пор кардинально изменился. Я, наверное, могла бы скучать по временам своей молодости. Но выставка не несет в себе такой задачи. Она как бы открывает зрителям окно в моменты прошлого, когда все только начиналось. И для моих героев, и для меня. Да, и мир в целом был более наивным и чистым. Сегодня наш мир скорее пугающее место, но об этом в другой раз. А выставка, да, она все же о том чистом и наивном времени, которое ушло. Спасибо большое, что были с нами. Обязательно посетим вашу выставку. Спасибо, что привезли ее во Владивосток. Спасибо большое. Спасибо большое. Субтитры подогнал «Симон»